Привет, друзья! Вы смотрите канал Около Музона. Ставьте лайки заранее, пишите комментарии после просмотра видео и, естественно, нажимайте на колокольчик. А сегодня мы посмотрим вместе с вами видео гитариста и блогера Миши Ряженко. Видео называется «О гитарных тренировках, стримах, интенсивном, интенсивном прокаче». Давайте, я гитарист, мне все это интересно, надеюсь, вам тоже. Поехали! Так, он, как всегда, будет играть в начале. Попробуем подыграть ему, если получится. Что-то такая гармония. Сейчас посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Привет! Естественно, я не готовился к этому видео, поэтому импровизация как она и есть. Ну что, погнали! Гитарист. И сегодня я наиграл такой кусочек из трека «Спейн», композиции «Спейнчик Корея». Думаю, что, возможно, сделаю прям целиком. Классный какой-нибудь для нее каверочек, но надо прям что-то заморочиться, там интересное придумать. А что касается сегодняшнего дня, замечательного, сегодня есть несколько новостей. Я что-то смотрю. У него обычно, когда он снимает видео, у него, видимо, свет стоит прямо перед ним, и прямо на глазах такие круги от лампочки. Причем это такое, как будто круговая такая лампочка, есть такой свет круговой. И он прям стоит на него, и прямо вот такие вот круги на глазах. И мне все время это так раздражало. Это так странно смотрится. Так что, Миша Ряженко, если ты смотришь это видео, пожалуйста, исправь это, ставь свет сбоку. Вот на этом видео у тебя, по-моему, он сбоку, но надо еще чуть-чуть побольше, чтобы у тебя еще меньше вот эти точки белые были. Блин, а вот на всех остальных видео, на старых, там просто вот такие вот ареалы, ареолы вокруг глаза. В общем, жесть полная. Таких джемовых, не джемовых. Касающихся развития, естественно, и касающихся вообще происходящих у меня изменений в гитарной деятельности. И я начал вести стримы, наверное, вы заметили, на канале появляются теперь стримы, и они будут происходить плюс-минус регулярно. У меня классная камера, вроде как, и я разрулил там что-то со светом, и теперь, в общем-то, буду выходить в эфир, и приходите. А, ну вот, он говорит, разрулил что-то со светом. Ну да, картинка стала заметно лучше. Для всех, мне кажется, очень интересно. Что касается образовательных историй, чата и так далее, акция продолжается, карантин продолжается, неизвестно, сколько это еще продлится. И по этой причине, естественно, стоит добавляться, но не просто так. Во-первых, я замутил сейчас классную историю, называется она «Тренировки гитарные», то есть, которые прям как занятия проходят. Вот есть у тебя 10 минут, 15, 30, сколько угодно. Ты заходишь ко мне в чат и в курс, и там есть ссылочки на видосы, в которых я прям рассказываю и показываю, и вместе со мной можно заниматься. Вот у тебя 15 минут есть, такой-то навык ты хочешь прокачать. Ты выбираешь, и мы прокачиваем этот навык вместе с тобой. Как типа аэробика, короче, в 80-х. Такая же. Пока ничего не понял, но похоже, это опять будет платно. Движуха. То есть, думать не надо, надо просто за мной повторять и делать. Можно останавливаться, делать паузы, потом ставить видео заново. Может быть, тренировка будет из-за этого чуть длиннее. Но фактически смысл такой. И мне кажется, что это очень прикольная практика. В общем, для того, чтобы ребята знали... А, ну то есть, видео уже записаны, получается, и ты просто берешь и за ним повторяешь упражнения? Ну, странно. ...как заниматься, потому что у многих есть проблема, что они не знают, как заниматься, не знают, что делать, не могут систематизировать занятия. Ну, вот это, кстати, да, вот у меня было, что я не знал, что делать, не знал, как заниматься, что играть. Каждый раз ты такой садишься, так надо позаниматься. И такой ступор сразу же, все, забыл. Такой, ну, поиграю вот это. И все. И как бы больше ничего не помнишь. А каждую неделю с преподавателями нет возможности заниматься. Вот по этой причине просто проходи, и есть в чате такая возможность. Важно сказать, что я придумал прикольный формат занятий. Ребята спрашивают про частные уроки, но частные я не очень готов прям каждую неделю заниматься. И не думаю, что в этом есть смысл, честно говоря. Но есть смысл в той программе, которую я придумал. Она основана на моем предыдущем опыте. Суть в том, что мы берем один навык, какой-то прям один, и прокачиваем его целый месяц. Мы делаем стартовое занятие по скайпу, затем прокачиваем на удаленке его целый месяц, обмениваемся материалами, делимся обратной связью. Ты мне, я тебе, ты мне задания, ты мне упражнения, я тебе, соответственно, обратную связь, какие-то демонстрации. И вот так мы работаем. Это может быть любой навык от дворового боя до техники временного штриха Джона Петручча. Неважно. Суть в том, что мы занимаемся этим интенсивно, и только этим, чтобы получил конкретный результат у человека. Еще меня бесит музыка на заднем плане, потому что иногда хочется просто включить блогера. Вот что тут смотреть на этой картинке? Смотреть нечего, поэтому хочется просто иногда в плеере включить и слушать это как аудиокнигу. То есть, допустим, или на машине ты едешь, включаешь и слушаешь, или на велосипеде, или просто идешь пешком. Вот, поэтому музыка, она очень надоедает на заднем плане. То есть, получается, мозг у тебя не понимает, то ли ему музыку слушать, то ли ему слушать голос. Который непосредственно занимается спустя этот месяц. Потому что, когда занять... Там еще труба на заднем плане играет, такой инструмент, как бы, как голосоведение, считай. Пересекается с голосом. Не систематизированы и не сфокусированы на конкретном навыке. Есть большая вероятность расфокуса. То, что мы хватаемся за все, и так у меня, в принципе, и было. Но если это людям нравится, это классно. Но я хочу попробовать интенсивную историю, пока карантин идет. И эта история стоит 7900 рублей. Блядь, 7900 рублей за то, что он тебе покажет. Вот давайте сейчас вот так сделаем. Или вот так. Короче. Или вот так вот. Что-то я там фигню какую-то сыграл. Ну, не важно. Любое упражнение. Блин, Миша Ряженко. Вот реально. Я тебя смотрю очень давно. Я не хейтер никакой тебя. Я даже хочу защитить тебя немного в глазах Моисея Великанова. Потому что он тебя все время хейтит. И он правильно делает, что тебя хейтит. Почему? Потому что я знаю, с чего начался ваш конфликт. А ваш конфликт начался именно с тебя, Миша. Потому что ты назвал его каким-то там гномом. Просто очень там мразью какой-то. Я уже не помню дословно. Ну, конкретно слов. Но были оскорбительные слова. Прям очень жесткие. И ни с чего. Он тебе ни слова не сказал. Он просто защищал там Фреда, что-то там говорил. Но тебя никак он не коснулся. То есть ты первый взял его и просто опустил ниже Плинтеса. За что? И с этого понеслось. Естественно, Моисей сейчас против тебя ведет войну. И достаточно успешную. То есть у тебя образ в интернете просто какого-то шута. Вот. Поэтому, во-первых, мне кажется, надо перед Моисеем извиниться. И как бы сказать, что да, я там ступанул. А потом уже что-то пошло не так. Как бы, ну, мне кажется, ну, ладно, это может быть, это твое дело. Решай сам. Вот. Но вот ты реально продаешь свои курсы как инфо-цыган. Вот инфо-цыгане, они вот по сути то же самое делают. Вот. То есть 7 900 за курс. Ты понимаешь, что в интернете. Это что за цена? То есть ты хочешь, ты как барыга. Вот знаешь, есть, допустим, магазин Бершка, там какая-нибудь, или Нью-Йоркер, там, или, я не знаю, H&M. Ты приходишь там в H&M, там футболка висит, она стоит, там, допустим, за 400 рублей можно футболку в H&M купить. Можно за 600 рублей. И ты приходишь в какой-нибудь Ашан, ну, в Ашане еще нет, а в какой-нибудь, знаете, такие в городах есть просто торговый центр. И там всякие колхозники стоят, там всякие эти недопредприниматели. И в палатках стоят, у них народу никого нету. И вот у них тоже ты заходишь, думаешь, там дешево сейчас будет. А там цены футболка там 1500, 1700, ботинки там 10 тысяч, 19 тысяч. За какой-то просто шлак китайский, ноунеймовский, ни бренда, ничего. И ты думаешь, почему они так работают? А у них легкая нажива. Один раз продать и весь месяц сидеть, ничего не делать. Вот тут то же самое. Курс, я бы понял, вот этот интенсив, например, там, я не знаю, сколько вы там будете раз заниматься, но там, не знаю, там 100 рублей занятий еще, как-то можно как-то понять. 100 рублей занятий, например. Вот. Да, можно позаняться 15 минут, даже и то 100 рублей это много. Рублей 50 нормально за 15 минут, мне кажется. И можно его проводить, как раз это занятие, не с одним человеком, а сразу много. То есть, допустим, сразу там 10 человек, там скинусь по 50 рублей, опа, 5000, нормально. Или сколько это получается? 500 рублей. Ха-ха. 500 рублей. Ну, 500 рублей, но за 15 минут. Раз там еще. Вот. Ну, короче, это дорого. 7 900. Я не знаю, вот реально, кто-нибудь в комментариях напишите, кто знает хоть одного человека, кто у Миши Ряженки купил хоть один его курс? Вот просто мне реально это интересно. Вот хоть кто-нибудь купил, потому что цены какие-то нереальные. Я все, конечно, понимаю, но... И меня еще бесит то, что все твои видео последние, это реклама твоих курсов. То есть, просто видос реклама курса, реклама курса. То есть, вот это видео, чему оно посвящено? Реклама курса. Это просто ты целое видео смотришь, как реклама. Это дичь полная. Целый месяц, ссылочка внизу, проходишь, там, оплачиваешь, регистрируешься, первое занятие. И, кстати, я не помню у Миши Ряженки ни одного нормального урока, в отличие от фред-гитариста, где фред показывает, там, палец ставим так, угол такой, здесь зажимаем, здесь то да сё, да? У Миши Ряженки просто общие слова, как музыка это классно, как надо играть в любом моменте, надо всегда играть, не бояться, ещё что-то, но ни одного урока. Ну, один урок, хотя бесплатный, выложи, нормальный, человеческий. Просто одна вода, а все уроки, покупайте мой курс, покупайте мой курс. Блин, я не знаю, так, мне кажется, не работает. Блин, вот мне интересно, хоть кто-то покупал. Я, кстати, пытался найти в инете его книги, потому что если кто-то купил, он бы мог выложить в интернет куда-то залить. Вот, но я не нашёл. Ну, нигде нет, вот этот курс у него был, где целая методичка, методичка по аккордам, там, по теории музыки, ещё почему-то. Я не нашёл ни одной книги в интернете, ни одного скана, ни одной выложенной книги. Так что, блин, возможно, никто ни разу не купил. Надо вот это как-то узнать, хоть кто-то хоть раз купил его курс. Оно бесплатное, то есть мы можем провести с тобой 30 минут бесплатно, и ты поймёшь вообще, что происходит, нравится, не нравится, потом решишь, будешь ты это продолжать обучение или нет. И мы определим, какой у тебя навык ключевой, что тебе нужно непосредственно. Так что регистрируйся обязательно, просто пообщаемся и поймём, что тебе вообще нужно или не нужно. В принципе, по новостям всё. Чат, движуха идёт, добавляйся. Сори, с джемами затянул, но зато появились стримы. Вот, я думаю, это многим интересно и многим полезно. Всё, всем спасибо, больше не отвлекаю, до новых джемов, пока. Блин, ну вот стримы, я бы, кстати, интересно посмотреть стрим, потому что, ну, реально, как бы, ему там, наверное, вопросы в чате задают всякие интересные, как он на них отвечает, потому что я что-то не видел, что у Миши Ряженки стримы, ну, стримы есть, надо зайти посмотреть. Ну, в общем-то, видео ни о чём, посмотрели просто рекламу Мишиного курса, блин, поэтому его реально никто не подписывается особо сильно, и никто не смотрит, потому что, ну, что это за контент? Каждое видео реклама его курса. Короче, вы меня поняли. Вы у меня самые лучшие, как говорит один блогер, самые классные, самые умные. В общем, всем спасибо за просмотр. Вы смотрели канал Около Музона. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем пока.